В больницах Сургута и Нефтьюганска борются за жизни пострадавших при обрушении моста. Напомню, авария произошла накануне возле поселка Каркатеевы в Нефтьюганском районе. Во время демонтажа старой переправы рухнувшие конструкции завалили рабочих. Двое из них погибли и еще семеро получили травмы. Наш корреспондент Павел Желтов побывал на месте ЧП и с того момента следит за состоянием пострадавших. В Сургутской травме сейчас находится трое пострадавших при обрушении моста в Нефтьюганском районе. Их доставили сюда сегодня ночью, одного за одним. Сначала самого тяжелого, затем остальных его товарищей по несчастью. Везли быстро, но очень аккуратно, подключив пациентов к системам жизнеобеспечения реанимобилей. Там специализировано нейрохирургическое отделение, специализирована нейрохирургическая реанимация. Поэтому пациенты нуждались в проведении углубленной диагностики, в оказании специализированной высокотехнологичной помощи. Поэтому они были переведены в травматологический центр более высокого уровня. Трагедия произошла, как всегда, неожиданно. Рабочие только недавно построили новый мост через протоку Юганская, приступили к демонтажу старого, который был признан аварийным еще пять лет назад. Загнали напролет тяжелую технику. Работали, как утверждают представители компании и подрядчика, в соответствии с планом. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Необходимо разбирать завалы и все это устанавливать причину разрушения конструкции. Работодатель утверждает, что действовал в соответствии с проектом производства работ. Ну вот надо будет устанавливать, разбираться тщательно. Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье 216 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии следствия, которое сейчас проверяется, это руководство данной организации. Когда все рухнуло, на месте погибли двое. Рабочий и сварщик. Еще семеро получили ранения разной степени тяжести. Первого пострадавшего на скорой доставили в ОКБ. Нефтьюганска чуть больше, чем через час. Самые тяжелые трое сразу попали на операционный столб. После было принято решение отправить их в Сургутский травматологический центр. Сейчас двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Положение еще одного медики оценивают как крайне тяжелое. Павел Желтов, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра».